Мотоцикл, бесконечная почти прямая линия, солнце и ветерок, ласкающий ваши байкерские татуировки. Кто никогда не представлял себе эту сцену? Уверены, вы представляли это миллион раз. Так что возьмите пиво, отправляйтесь в гараж и заставьте свой неразлучный хорлей рычать. Сегодня самое время поговорить о самых впечатляющих тату-байкеров. Тату крутых людей. Не так много лет назад татуировки отличали опасных людей от честных, ну или по крайней мере, так тогда все считали. К числу опасных людей можно отнести осужденных, наемных убийц и байкеров. И такие сериалы, как Сыны анархии, еще больше формировали образ жестких людей, где у каждого из них были свои байкерские татуировки. Старые алтсульные байкерские татуировки обычно характеризуются наличием одного или нескольких следующих элементов. У них есть черепа, классические, змеи, орлы, драконы. Вещи в огне, черепа со змеями. Орлы со змеями, черепа в огне, драконы в огне, черепа в огне со змеями. Но главная была бы идея. И чем больше черепов и больше пламени, тем лучше. Новые времена, старые привычки. Но с временем все меняется. Сегодня татуировки не так осуждаются. И все больше и больше людей решаются нанести на свое тело разные изображения. Вам вовсе не обязательно татуировать только горящие черепа, змеи, орлов или драконов. Если вам нравятся мотоциклы. Хотя это совершенно правильный и классический выбор. Ваше воображение безграничное. Вы можете смело изобразить свой мотоцикл, если думаете, что он любовь всей вашей жизни. И это не обязательно должен быть Харлей, спидометр, если вы фанат скорости, электрокардиограмму в форме мотоцикла. В качестве байкерской татуировки отлично смотрится мотоциклетная цепь или даже шлем. Если вы хотите конкретно услышать про какую-то татуировку, пишите в комментариях. Если вам все понравилось, пожалуйста, подпишитесь и ставьте лайки. Заранее спасибо большое.